Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна Климова, и вы в видео «Спросите у Татьяны», где мы говорим об интересных аспектах русской грамматики и лексики. Если вам нравится моя работа, ставьте лайк, подписывайтесь, и также на моём сайте смотрите упражнения на перевод, подкасты платные и бесплатные, а также книги и мой любимый клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных. Сегодня у нас вопрос от Джеффри из Инстаграма. Это очень активный слушатель и зритель, который часто пишет мне интересные вопросы. Спасибо, Джеффри! И, друзья, если у вас есть Инстаграм, и вы хотите читать мой блог на русском, французском, английском и иногда японском, пожалуйста, подписывайтесь. Я очень люблю Инстаграм. Я думаю, что это очень позитивная социальная сеть. И сегодня вопрос от Джеффри. Это какая разница между около и примерно? Около и примерно. И ещё я скажу ещё два варианта, ещё два синонима этих слов. Да, около и примерно мы говорим, когда мы не уверены. Не уверены точно, мы не знаем сто процентов. Когда мы не уверены, не знаем сто процентов. Когда, где мы используем около или примерно. Какая разница? Ну, иногда это синонимы. Иногда это синонимы. когда мы говорим о времени, когда время это синонимы. Например, например, около пяти километров, около пяти километров и примерно пять километров. Это значит, мы не уверены сто процентов, что это пять, может быть четыре, может быть шесть. И мы говорим около пяти километров, примерно пять километров. Но вы видите, что грамматически около всегда родительный, около пяти, около шести, около десяти. И примерно это именительный. Примерно пять километров, примерно шесть километров, примерно десять километров. То есть, если вы ещё не хорошо знаете родительный падеж, примерно это хороший вариант для вас. Примерно. Можно сказать ещё один пример. Я буду дома около пяти часов. Я буду дома около пяти часов. Я буду дома примерно в пять часов. То есть, опять, около плюс родительный. Очень важно. Около плюс родительный. Я буду дома около пяти часов. Я буду дома примерно в пять часов. И здесь мне больше нравится примерно, потому что я буду дома около пяти часов. Это может быть пять часов время или период. Я буду дома около пяти часов. Я буду дома около пяти часов. И потом пойду в театр. То есть, примерно здесь лучше. То есть, когда мы говорим о времени, это синонимы. Но около тоже может быть место. Например, я живу около школы. Театр находится около магазина. Например, тоже родительный. То есть, когда это место, это около. Примерно мы не можем сказать. Мы не можем сказать театр находится примерно магазина. Нет. Когда есть около, всегда есть родительный падеж. Всегда есть родительный падеж около пяти часов, около магазина. Это очень важно. Но примерно это хороший вариант, потому что примерно у нас больше сфера, больше вариантов. Например, 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 мы можем сказать, мне нужен примерно такой компьютер. То есть, вы хотите купить новый компьютер. Я сейчас хочу купить новый компьютер. Это большая инвестиция, если вы хотите хороший компьютер. И вы берете ваш старый компьютер, идете в магазин и говорите, вот мне нужен примерно такой компьютер. То есть, не сто процентов такой, но почти. И вы не можете сказать, мне нужен около такой компьютер. Нет. Нет. Примерно такой компьютер. Или другой вариант. Например, вы идете в магазин покупать хлеб. И там можно резать хлеб. То есть, вы можете купить не весь хлеб, а часть. И в магазине человек говорит, как вам порезать? Вы можете сказать, примерно вот так. Примерно так. То есть, это значит не сто процентов так, но может быть больше, меньше, но примерно так. Примерно так. Примерно такой. То есть, примерно может быть в разных функциях фразы. И около всегда родительный. Я надеюсь, что вы поняли. Иногда это синонимы. Но около будет родительный, примерно именительный. И около может быть тоже место. Примерно не может быть место. Хорошо? Так. И ещё два варианта. Ещё один хороший вариант – это где-то. Где-то – это менее формальный, более разговорный вариант, как примерно. Например, ну, можно сказать, я буду дома где-то в пять часов. Сколько ему лет? Ну, где-то пять-шесть, где-то так. То есть, где-то это очень хороший вариант, как примерно, но менее формальный. И ещё один вариант, дорогие друзья, как сказать, когда мы не уверены. Это уже очень высокий уровень, очень хороший уровень. Мы можем делать как инверсию, да, делать инверсию. Например, я буду дома в пять часов, значит, я знаю сто процентов. Но если вы делаете инверсию, я буду дома часов в пять, это значит, я не уверена, я не уверен, я буду дома часов в пять. Это эквивалент примерно, где-то, около. Но это очень красивый вариант, потому что он очень спонтанный. Русские часто говорят, да, где-то часов в пять, часов в пять, да. Сколько ему лет? Сколько ему лет? Лет пять, не больше. Хорошо. Вот, дорогие друзья, значит, у нас есть четыре варианта. Около, примерно, где-то и инверсия. Напишите, пожалуйста, пример в комментариях. Можете написать два, три, четыре варианта, как хотите. Также пишите ваши вопросы. Мне очень интересны ваши идеи. Пишите. И спасибо, что смотрите и слушаете, и пишите ваши комментарии, комплименты. Я очень люблю. И продолжайте учить русский язык, дорогие друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok